всем привет это андрей никогда не занимался ремонтом блоков питания но жизнь заставляет и сегодня буду ремонтировать блок питания от ноутбука lenovo ноутбук должен выдавать 19 вольт а сколько он выдает я сейчас вам покажу вместо положенный 19 вольт выдает 12 4 как видите напряжение начинает снижаться ну что ж начнем ремонт ноутбук я вскрывал при помощи ножа и молоточка берется нож ставится сюда вот на стык и осторожно стучится молотком и тогда две вот эти пластмассовые половинки они открываются так теперь надо убрать радиатор так что мы тут видим все залито каким-то белым веществом так надо снять еще и вот эту вот пластинку чтобы добраться до платы так 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 здесь радиатор припаян вот здесь поэтому включаем паяльник и его нужно отпаять откусить этот вывод так убираем вот убрали и тоже ой 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 сколько тут интересного и все залито белым веществом нам вот это надо все будет поснимать товарищи китайцы сильно залили его компаундом но я справился справился я при помощи скальпеля зубочистки и сухой зубной щетки микросхема задающего генератора на этой плате а 605 f дата шит на нее я не нашел также схему данного зарядного с этим шим контроллером я тоже не нашел но если посмотреть на плату на размещение радиоэлементов то можно разобрать что вот это два входных фильтра они по входу стоят вот сбоку здесь спрятался диодный мостик выпрямительный конденсатор микросхема шим контроллера которая управляет транзистором в свою очередь этот транзистор раскачивает силовой трансформатор со вторички силового трансформатора напряжение перемены поступает на выпрямительную сборку которая вот стоит на радиаторе выпрямленное напряжение фильтруется вот этими двумя конденсаторами и идет на выход стабилизация осуществляется через управляемый стабилитрон TL431 вот он находится и оптопару PCF817 вот там у нас спрятано вот такая схема классическая так как схема на данный адаптер я не нашел то существует один вариант развития событий мы прозваниваем все вот эти ключевые элементы и находим неисправный если этот способ нам ничего не даст тогда работаем методом тыка находим подобную схему и начинаем измерять напряжение и таким способом искать дефектный элемент начнем с первого способа берем мультиметр переключаем его на прозвонку и вперед начнем с входной цепи вот отсюда и дойдем до диодного мостика так включим звуковую прозвонку так один вывод у нас вот и пошел на ножку диодного моста а на вторую ножку свинал должен приходить вот сюда так теперь прозвоним диодики анодом они должны сидеть на земле вот диодик 1 05 вот диодик 2 так сюда должен звонится вот так вот в эту сторону звонится и в эту так должен звонится также вот так вот а вот так не должен так пойдем дальше дальше выпрямительный конденсатор у нас его можно проверить при помощи вот такого приборчика но для этого конденсатор должен быть разряжен чтобы его не сжечь так конденсатор 117 микрофарад ESR 055 Ом а что у нас тут за конденсатор 120 микрофарад так будем считать что конденсатор у нас в порядке дальше что у нас может выйти со строя это транзистор давайте попробую его выпаять выпаял я транзистор вернее не выпаял а вырвал вместе с радиаторами дорожками по-другому не получалось так давайте проверим проверяем 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 так полевой транзистор н-канальный целый зря выпаял теперь надо его будет впаять назад ну давайте раз я уже здесь все повырывал давайте проверим еще две детали дальше идет диодная сборка давайте прозвоним ее так переключаем на прозвонку диодов так и сборочка вот так здесь должен быть оно то вот здесь катод есть и здесь вот оно то там катод есть теперь наоборот нет так звониться не должно так так нету тоже нету так считаю что диодная сборка целая еще у нас деталь которая может выйти со строя это оптопара PC817 давайте ее тоже проверим у нее с одной стороны светодиод вот мы на него становимся звонится стоп и так звонится и так звонится интересно но так же он может звониться потому что находится в схеме и на него могут воздействовать другие детали вернее такой способ прозвонки он не корректный деталь надо выпаивать что ж попробую эту детальку выпаять так выпаял оптопарку давайте проверим так вот так она должна звониться есть так не звонится правильно здесь она звонится не должна потому что там закрытый транзистор так ну эту детальку я уже впаивать не буду я лучше впаяю новую где-то у меня есть запаял я все детальки назад подключил к сети сейчас померим выходное напряжение без нагрузки так без нагрузки выдает 1892 практически 19 вольт схемы я не нашел но на форумах почитал говорят что микросхема которая тут стоит это аналог MCP1203 вот я ее нашел сейчас я хочу измерить напряжение на ножках этой микросхемы и записать так поехали так смотрите что у меня получилось на восьмую ножку поступает высоковольтное питание из диодного моста но это здесь диодный мост а судя по вот этой схеме там после одного диодика и напряжение не меняется 104 вольта как без нагрузки так и с нагрузкой вывод 6 это вторичное питание вот идет со вторичной обмотки через диодик фильтруется конденсатором и поступает на вывод 6 без нагрузки 15,2 вольта с нагрузкой 18,2 вольта изменилось также напряжение на выводе 2 вывод 2 это идет вот отсюда было 1,4 стало 0,6 также увеличилось напряжение на пятом в выводе было 20 милливольт стало 134 то есть скважность вот здесь вот увеличилась но я сейчас еще хочу попробовать подключить более мощную нагрузку а еще у меня есть вот такая вот нагрузка спаянная из двух ваттных резисторов сейчас замеряем сопротивление получается около 6 Ом блок питания выдает 18,9 ну давайте для удобства будем считать 20 вольт 20 делим на 6 получаем чуть больше 3 ампер так давайте эту нагрузку подсоединим и проверим это зарядная так давайте сразу померяем ток страховочная лампа нам уже не нужна я ее отключаю вот я ее выключил так подключаем так подключили и проверяем ну как видите 3 ампера 300 миллиампер то есть можно сказать что блок питания рабочий так по поводу поиска неисправности неисправные детали я не ношу но возможно пока я ковырял эту плату я нашел плохо припаянный контакт и его пропаял вот такое мое объяснение на этом все ремонт закончен в корпус эту плату я собирать не буду как зарядное устройство для ноутбука я его тоже использовать не буду я хочу его использовать в качестве силовой части для лабораторного блока питания на этом все это был андрей пока 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 пока